Друзья, всем привет! В эфире Вятка Тодей. Как новости, только душевней. Меня зовут Кирилл Рябаконь и в этом выпуске мы расскажем вам про необычных домашних животных, а также спросим у кировчан, в чем же секрет вечной молодости. Сегодня день домашних животных и если вам хочется все-таки завести зверушку, а кошки собаки вам надоели, то прямо сейчас мы подготовили для вас топ необычных домашних питомцев. Если вы любите животных и не знаете, какого домашнего питомца завести, специально для вас рейтинг необычных домашних животных. Если у Майка Тайсона есть игр, то я думаю, что мы не будем настолько банальны и наш топ открывает Белка Летяга. Белка Летяга может пролететь расстояние почти в 45 метров и этот милый зверек ведет полностью ночной образ жизни, поэтому днем играть с ней у вас явно не получится, а ночью она вам точно не даст заснуть. Следующая зверюшка в нашем топе и не рыба, и не мясо, и ее даже не придется выгуливать. Улитка Ахатина. Огромный плюс их разведения состоит в том, что эти улитки без еды и ухода могут заснуть и провести целый месяц спячки. Они способны узнавать своего хозяина и даже могут привыкать к его действиям. Поэтому если вы хотели стать повелителем улиток, то этот зверь вам точно подойдет. Переходим к следующему необычному зверю. Говорят, что он требует чистой воды и много места, чтобы спрятаться. Флоридский синий рак. К сожалению, прогуляться с ним у вас не получится, зато он станет прекрасным украшением в вашем доме. Второе место занимает медовый медведь, он же кинг-кан-джу. Эти зверьки любят мед, а также питаются мелкими насекомыми. С ними вы точно не соскучитесь, потому что живут эти милые животные около 40 лет. И золотой призер по необычности занимает малый тонкий лори. Питаются с малой деревьев, цветами и насекомыми. Конечно, этот зверь не такой уж и необычный, зато очень-очень милый. Поэтому я и поставил его на первое место. Друзья, любите животных и помните, мы в ответе за тех, кого приручили. У человечества есть три вечных вопроса. Где взять самую вкусную шаурму? Сколько уток на пруду у цирка? А также в чем секрет вечной молодости? Ну что вы делаете по утрам, чтобы сохранить свою молодость? На работу встаю. Получается, надо сказать спасибо своему руководителю? Да, да, да. Если работа нравится. А вам нравится? Не очень. Не поделитесь секретом? Алкоголь. Жить без алкоголя, наверное. Получается, алкоголь это? Трава. Поэтому посоветуем нашим телезрителям, чтобы они никогда не пили. Хорошо кушать. Что надо кушать, чтобы всегда оставаться вечно молодым? Помидорки с огурцами. Так, а кроме этого? Можно только это. И все, да? Это секрет вечной молодости? Да, да, без сомнения. Получается, всем советуем кушать? Салатики из огурцов, с помидорами. Хорошее настроение, любовь к людям, жизнь и утренний кофе. Без зарядки? Ну, я без. А я? Не знаю. Я тоже без. Ну, значит, просто позитив. Всем позитив. Всем хорошего настроения. Ты нас не спрашивай, мы ничего не знаем. Совсем? Совсем. Мы без путей авторухи. Надо нормально жить. Нормально. Сдачи крови, наверное. Кровь обогащается. Думаю об этом. А что? Не знаю сейчас. Что вам сказать? Я не знаю. Ну, встал с утра. Зарядка. Зарядка. Да. Вы делаете по утрам зарядку? Вот сейчас гуляю, хватает. По вятка. Прогулки по 10 километров, как мы с мужем каждый день. По 10? Да. Только что кировчане рассказали мне, как оставаться всегда молодым. Надо быть просто, как Александр Невский. Есть кашку по утрам, делать зарядку и быть всегда на позитиве. Это была Вятка Тодей. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»